Привет, мои дорогие девочки! В связи с тем, что, видите, я готовлюсь к празднику и нужно было помыть голову, решила, что покажу вам сегодня как раз на упражнение с головой. Потому что скальпушечка и все наши вот эти затяжения и зажатости, они все влияют на брови, на лоб, на морщины и на всё остальное. А вечером попытаюсь записать на шейку, на все лимфотоки и на грудную часть, потому что это очень важно, это всё то, что здесь у нас зажато и светляет на свист. Итак, про волосы. Во-первых, очень важный девайс. Значит, его можно использовать в душе, когда моете голову, а можно использовать вот тогда, когда вы её сушите, и волосики быстрее высохнут. Что делаем? Ручки очень просто ложатся, стоят три копейки. В любом Амаршале, Волмарте, Амазоне, где хотите. Вот эти штучки должны быть такими резиновыми, сочными мягенькими, но упругими, естественно. Не выдираем волосы, а просто на каждом участке их прорабатываем. Пойдут мурашки прекрасно, не пойдут, тоже хорошо. На рост волос влияет, на мысли и разум меняет, влияет на профилактика боли головы, потому что очень часто у нас всё, мы говорим, от зажатости, от того, что крошка не бегает. Вот, хорошо помогает, если у кого-то очень сухая кожа и возникает что-то подобие перхоти, потому что таким образом клеточки начинают питаться нашей крошкой, нашими левопотоками и витаминками, кстати, которые мы даём, с шампунями. Мы натрите снаружи тоже даём. Конечно, самое важное, что у нас внутри. Но когда мы внутри не позволяем вот этому внутри работать, это очень плохо. Сейчас показываю в ускоренном режиме, да, то есть что нужно важно пройтись по всем участкам. На самом деле, чем дольше, тем лучше. Это очень кайф, просто-просто-просто великий кайф. Вот, причиняйте себе добро во всех местах, поэтому делайте столько, сколько вы хотите. Например, с точки зрения экономии времени, которые всем нужны, да, нанесли кондиционер, кондиционер надо подержать. Что делать в этот момент? В душе, когда нужно подержать кондиционер 2-3 минуты, делайте вот это. И будет вам прекрасно. Потом, наши с вами любимые, сделали вот так вот расщёточку. Плотно-плотно-плотно, всеми пальчиками до самой маковки. Ставим пальчики вот здесь. И плотно-плотно-плотно-плотно-плотно-плотно-плотно-плотно до самой маковки. Прямо, видите, глазки сами открываются. Почему? Потому что мы расслабляем то, что нас здесь держит. Плотно-плотно-плотно-плотно-плотно-плотно-плотно до самой конечной точки осталось. Так делаем не меньше 15-16 раз. Сейчас мы будем делать, чтобы экономить время. Дальше. Хватаем себя за переднюю часть волосиков. И таскаем, 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 таскаем. Отдираем скальпушечку. Любые движения абсолютно. Не вырывать волосы, а двигать скальп. Видите, как у меня двигается скальп. Вот так же он у вас должен двигаться. Поделали спереди. Взяли по бокам. Пока вообще отлично двигается, потому что двигается практически вся голова. Ну и не забыли, естественно, сзади. По-разному иногда бывает захватываться. И вам может показаться, что еще хорошо бы проработать именно маковку. То есть взяли прямо на маковке и в разные стороны вот так вот подвигали, подвигали, подвигали. Вот расчесочку взяли. И ушки не забудем. С волосами мы пока оставим. Но еще раз говорю, что делайте, сколько вам позволяет время. И сколько вы наслаждаетесь, столько делайте. Значит, вот это с головой можно делать вечером, утром, днем во время рабочего дня. Когда вы чувствуете, что вы ненавидите уже всех, и вы стресс-аут, подергайте себя за волосы. Хотите спрячься в туалете, хотите, если вы одни, хотите публично это делаете, скажите, что у вас такой стресс-релиф. И последнее на сегодня ушки. Помним наши ушки? Будем гумнее, красивее, сообразительнее и проснувшиеся. Это хорошо, особенно по утрам. Ушами подвигать. Их ушки потеять снизу вверх. И последнее. Лимфу отогнать. Сделали вилочку, поставили. И вот так вот. Все, наши пять минут заканчиваются. Угоняем лимфу. Дальше вы все знаете. Я вас обнимаю. Пошли украшать мир.